Заработки Если вы очень боитесь того, что вас могут встретить ПВПшники, то есть реальные игроки То просто идите в игру соло И не парьтесь От обычных пиратов вы, конечно, с легкостью уйдете А вот от игроков может быть весьма проблематично Ну а теперь пойдем по пункту Начнем с самого главного, а именно с корабля На чем мы будем майнить Понятно, так как это гайд для новичков То заработок вы будете осуществлять на каком-то Одном из стартовых кораблей На мой взгляд, один из самых удобных Это Кобра Марк 3 Он достаточно дешевый, быстрый, маневренный Грузоподъемность у него для такой цены достаточно высокая И, в принципе, чтобы собрать полностью этот корабль для майнинга Не обойдется в прям какую-то баснословную сумму Всего лишь вам понадобится, наверное, миллиона-полтора кредитов Любой новичок, в принципе, полтора миллиона кредитов Может сделать там буквально, ну не знаю, за полчаса Просто полетая по разным миссиям, повыполняя Это не так сложно Ну может быть, ладно, не полчаса, но часик как минимум То есть полтора миллиона набрать обычными квестиками В принципе, не сложно Так что давайте перейдем к оборудованию Которую нам понадобится для майнинга В гнезд нам понадобится два В первую ставим пусковую установку для сейсмических зарядов Дорогой особо не берите, разницы вы особо не почувствуете Поэтому просто берем 2Б за 153 тысячи и не паримся Во второй слот ставим абразивный бластер Больше в гнезда ничего ставить не нужно Дальше приходим во внешнее оборудование Тут нам всего лишь понадобится анализатор импульсных волк Разница в них заключается только в потреблении энергии И в дальности сканирования Так как кредитов у вас в начале, скорее всего, много не будет Поэтому просто ставите анализатор D И, в принципе, 15 километров вам, ну, я думаю, с головой хватит посканировать Дальше переходим в дополнительное оборудование И здесь в 3,4 слота ставим грузовые стеллажи В сумме мы на них сможем перевозить 48 тонн добытых ресурсов Ну, если вдруг повезет Далее ставим устройство переработки Устройство советую ставить хотя бы двойку Единицу не ставьте Но, опять же, дорогое то, что брать невыгодно Потому что вам все равно такое не нужно Но хотя бы вот 2D можно поставить Там хотя бы будет 3 слота для переработки Мало ли что-нибудь еще попадется, кроме опалов Далее в 2 слота ставим контроллеры дрона-сборщиков В принципе, если вы кораблем не так сильно хорошо управляете Можете вместо одного контроллера дрона-сборщика поставить себе щитогенератор Для того, чтобы, ну, если будете ударяться от метеорита Вы, скажем так, сильно не повреждались Как, например, вот здесь Конечно же, может быть, генератор щита еще вам поможет Немножко подольше пожить против пиратов Но и без него вы, в принципе, с легкостью сможете от них уйти Потому что Кобра очень быстрый корабль Вы просто на форсаже упрыгиваете куда-нибудь И все, и вас уже не догонят Так что поначалу я не парился И щитогенератор не ставил А вот 2 дрона-сборщика Будут собирать, соответственно, все ресурсы в 2 раза быстрее Далее ставим дроны-геолога-разведчика Его нам, в принципе, хватит одного И последнее, что нам понадобится в этом окне Это подробный сканер поверхности Его брать обязательно И это, наверное, одна из самых дорогих покупок Потому что стоит он в любом случае по 250 тысяч кредит Ну и последнее Это основное оборудование Меняем немножко маневровые двигатели Чтобы двигаться чуть побыстрее Понятно, дорогие самые не ставьте 4C вполне вам хватит То есть 180 тысяч там, ну, 178 Рамочный сместительный двигатель, конечно, желательно ставить максимальный Но так как у нас ограниченные финансы Поэтому самый нормальный вариант будет поставить 4C Далее нам не особо сильно нужна система жизнеобеспечения Поэтому можно с легкостью поставить 3D Она, во-первых, полегче И, соответственно, немножко побольше увеличит нашу длину прыжка На распределитель питания тоже не тратим слишком много ресурсов Берем что-нибудь попроще С сенсорами делаем то же самое И при таком раскладе силовую установку можно даже не менять Вот, в принципе, и все по стартовому кораблю Если быть точнее, то полная стоимость вместе с кораблем и оборудованием Войдет вам, наверное, приблизительно в 1 миллион 350 тысяч кредитов Ну, я там точные значения не брал, поэтому вот плюс-минус Теперь, когда мы уже затарили корабль, нужно распределить огневые группы Чтобы нормально распределить и не путаться Я обычно иду в той последовательности, в которой я буду использовать все это оборудование То есть для начала нам понадобится подробный сканер поверхности Дальше во второе дополнительное можно закинуть все вот эти сканеры Которые обычно они все не используются одновременно Они только по-разному используются Так что больше, в принципе, сюда ставить нечего Дальше нам понадобится анализатор импульсных волн А в дополнительный к нему вставлю дроны геолого-разведчика Потому что они будут использоваться, ну, в тандеме, так сказать Следующий у нас, разумеется, после нахождения будет разработка самого метеорита А после него уже сборка самих ресурсов Так что сюда ставлю абразивный бластер на первый слот А контроллеры дроносборщиков на второй Теперь уже можно лететь и добывать минералы А добывать мы будем опалы Но перед этим не забудьте на станции закупить дронов Потому что без дронов вы, разумеется, не сможете И собирать ресурсы, и сканировать Но прежде чем лететь и добывать опалы Нам нужно понять, где их можно продать Поэтому открываем карту, смотрим систему, в которой мы находимся Как видите, LFT 1442 Я сейчас в данный момент нахожусь здесь Далее нам потребуется сайт Inara.cz Ссылку на него, я, разумеется, оставлю в описании А здесь мы переходим в системы и станции Пишем здесь в поиске нашу систему, в которой мы в данный момент находимся Ищем ее и устанавливаем как текущее местоположение Для того, чтобы весь сайт потом уже отсчитывал все расстояния, данные В зависимости от того, где мы находимся Дальше переходим во вкладку рынок Товары И ищем здесь в минералах опалы бездны Вообще цена на все ресурсы в игре постоянно варьируется И иногда опалы продают и по 1.600.000 Сейчас, например, цена на опалу упала И продаются они по 1.385.000 Но в любом случае это достаточно выгодно Потому что приносят они практически в 2 раза больше Если, к примеру, добывать пенит Который, кстати, тоже неплохой способ О нем мы поговорим потом Но, по крайней мере, все равно опалы зарабатывают раза в 2 больше Далее вам нужно внимательно смотреть на расстояние Не расстояние до станции, а именно на расстояние То есть вы выбираете по цене самые дорогие предложения И ищите уже по расстоянию то, что находится ближе к вам Как видите, здесь куча станций, куча авианосцев Но сбывать я советую именно на станциях, а не на авианосцах Потому что если вы будете продавать товары на авианосцы То вам не будет идти торговая репутация Также еще советую смотреть дополнительно на количество товаров Которые эта станция готова купить К примеру, вот эта станция Львен готова купить 3.318 опалов А вот какой-нибудь авианосец Спикленд может купить только 60 Или вот здесь вот Кайдинг Рич только 9 То есть имейте в виду, куда летите Более того, числа, которые показаны красными Если вы наведете, вы увидите, что если вы привезете Больше определенного количества ресурсов То цена на продажу, разумеется, вам будет меньше Поэтому старайтесь выбирать какие-то системы В зависимости от расстояния От цены продажи И от количества покупаемых станций и товаров В общем, выбрали эту систему Летим к ней, на всякий случай садимся Проверяем, правильная ли цена Потому что иногда бывает сайт тоже врет Иногда цены меняются Но, по крайней мере, из большего он обычно говорит правду Итак, мы разобрались, где мы будем сбывать наши опалы Теперь нам нужно узнать, где их зарабатывать Потому что, как вы понимаете, вселенная огромная Мест целая куча Но искать надо такое место, которое будет поближе к вам И для этого нам понадобится такой сайт, как eddb.io Ссылка на него также будет в описании Заходим на него Переходим во вкладку Bodys Это значит тела, ну, то есть небесные тела В графу Reference System вводите систему, в которой вы находитесь в данный момент То есть ту систему, в которой вы будете продавать товары Далее выбираем тип тел, то есть нам нужны кольца В System Reserve ставим сортировку по наличию в этих кольцах ресурсов Разумеется, советую ставить при стене То есть это будут нетронутые ресурсы В Major это у нас будут большие залежи Ну и тип колец устанавливаем ледяные Запускаем поиск и выбираем планеты или системы, которые находятся близко к нам Разумеется, они вам сразу будут отсортированы по дистанции И в самом верху будут тела, которые находятся гораздо ближе к вам То есть вот в 17,5 световых годах от меня Есть система пота, в которой есть аж целых 3 планеты Вокруг которых есть ледяные кольца Поэтому отправимся туда Вот как видите, в этой системе есть 3 газовые гиганта На которых есть пояса астероидов И именно вот они нам и нужны Поэтому выбираем первую попавшуюся, какая понравилась И летим его сканировать Подлетайте на небольшое расстояние Не слишком близко и не слишком далеко Чтобы у вас мог активироваться сканер поверхности Останавливаетесь Хотя по факту здесь остановки нет Поэтому замедляйтесь по максимуму И переходите в сканирование поверхности Просто кидаете один дрон прямо в кольцо И когда он долетит Он просканирует все кольцо На наличие ресурсов, которые там есть Как видите, здесь оказалось достаточно большое количество Разнообразных ресурсов Большое количество точек И нам нужны точки как раз таки с опалами бездны Вы можете искать их вот так вручную Просто направлять Как видите, вот точка опала в бездны Точка Александрита Точка Трития Либо вы можете прямо через навигацию искать Вот видите, точка опала в бездны Точка опала в бездны Еще вот есть Ну, много точек опала в бездны получилось Хорошее, скажем так, кольцо В котором можно много где полетать Поискать Ну, как видите, вон там высоко есть Но я советую брать какие-нибудь одиночные Для того, чтобы у вас они не пересекались С другими ресурсами Раньше, говорят, можно было найти Пересечение точек опалов И тогда надо было брать такие Но сейчас вроде бы это пофиктили И найти пересекающиеся зоны с опалами Или там алмазами Уже невозможно Поэтому советую брать Чисто вот такие одиночные Чтобы у вас было меньше шансов Найти какие-нибудь другие типы ресурсов Конечно, тут есть и другие типы ресурсов Не обязательно это будут только опалы в бездны Но, по крайней мере, шанс того, что другие ресурсы будут попадаться реже У вас будет В общем, влетаем прямо в эту точку Поближе, так где-нибудь к середине И дальше начинаем летать внутри И пускать импульсные волны И у вас будут такими оранжевыми, желтыми цветами Подсвечиваться метеориты В которых будет находиться большее количество ресурсов Но вам нужно искать определенные Сканировать дронами все подряд не нужно Хоть, конечно, некоторые и очень ярко светятся Но нам нужно искать на астероидах трещины Вот, к примеру, через некоторое время Вы поймете Но, опять же, полетав, полетав Вы увидите, что некоторые светятся, ну, гораздо ярче Вот, к примеру, как вот этот В отличие от других Он светится прямо, ну, очень ярко И в нем 100% есть ядро Сейчас вот мы подлетим И еще в этом убедимся Потому что на них должны быть трещины Ну вот, они уже есть Я прекрасно вижу Сейчас подлетим поближе И вы тоже увидите, как они выглядят Вот вы можете заметить Уже видна трещина Как раз-таки на нее целись, можно сказать Это как раз-таки трещина Показывает, что там есть ядро Как видите, справа есть еще одна астероида Потихоньку поворачивается И мы можем наблюдать Большое количество трещин здесь Так что вот такие Надо сканировать Просто берете, сканируете И смотрите Если там опалые бездны То, разумеется, мы будем это вырабатывать Если там не опалые бездны Что может вполне себе случиться А это так и случилось Ибо тут у нас находится Александрин Такое добывать нам не нужно Поэтому просто летим дальше Полетав еще чуть-чуть Буквально там пару минут Я заметил один такой прям яркий Этот И вот тут хорошо показывается Видите, насколько он ярче Других астероидов Когда вот смотришь Вот так вот издалека Они Он прям реально ярче И вот в нем 100% будет какое-то ядро Поэтому отправляем туда дроны для сканирования И вот вам, пожалуйста, ядро Опалов бездны И вот тут уже начинается самое интересное Итак, для того, чтобы достать оттуда опалые Нам нужно этот метеорит разломать Как видите, на метеорите есть куча разнообразных точек Которые выглядят по-разному Одни точки это трещины С такой вот как бы стрелочкой вниз Вторые это глубинные залежи А третьи это залежи на поверхности Нам, разумеется, нужны трещины Вот такие вот стрелочки Далее вы можете заметить, что у каждой трещины Есть своя мощность Видите, средняя мощность Высокая мощность Высокая мощность Опять высокая мощность Ну и малая, короче, есть мощность Где-то еще Вот малая мощность Посмотрите, что где находится Для того, чтобы приблизительно разрабатывать Для начала советую кидать ракеты В трещины высокой мощности Для того, чтобы понять, какую силу заряда Вы отправляете У вас рядом с прицелом Есть три полоски Когда вы удерживаете кнопку стрельбы У вас начинает заполняться энергия Поэтому в высокую мощность Вы кидаете Высокую энергию В среднюю В среднюю В малую Поэтому у трещины Есть как раз-таки это распределение Когда вы заложите первый заряд У вас будет две минуты Чтобы заложить все остальное Справа вверху Во вкладке информации У вас появится Такой небольшой интерфейс В котором Вам нужно будет Довести силы детонации До голубой зоны Чем более заполнены Будет эта как раз-таки Голубая зона детонации Тем Больше ресурсов Вы получите После взрыва Если же вы не дотянете До этой голубой зоны Например Просто не успеете Или не подрасчитали Думали что прокатит Метелит может вообще не взорваться Конечно Вы потом можете Еще дополнительно Закидать пару снарядов Но там уже будет шанс Он может либо разорваться Либо не разорвется Но в любом случае Его так сказать Эффективность Будет гораздо ниже И ресурсов Из него выпадет Гораздо меньше Так что Когда вы уже довели До голубой зоны Сваливаете на безопасное расстояние А это Два километра Потому что Если будете Находиться Слишком близко То Может настать Кобздец вам Смотрим на прекрасный Разрыв астероида И дальше Начинаем Уже собирать Переключаемся на Абразивный лазер А также Сборщики И начинаем Абразивным лазером Отстреливать Вот эти вот Места В которых У нас Находятся Залежи Опалов Разумеется Некоторые залежи Просто Отлетели сразу Но вот А все вот эти метки Которые остались На астероидах Нужно Отстрелить Поэтому Переключаемся И Начинаем Стрелять По вот этим вот меткам Главное Не забудьте Открыть Кобз Чтобы ваши Сборщики Могли беспрепятственно Приносить вам Опалы И вот таким вот Образом Собирайте Отстреливайте Все что вам Повадется Как видите С этого метеорита Мы его достаточно Хорошо разработали Получили Аж 15 опалов Бездны А Каждый Между прочим Напомню Стоит по Почти Миллион Четыреста Так что Вы уже Можно сказать 15 раз Окупили Свой корабль Разумеется За эти деньги Вы уже можете Покупать Гораздо Лучше корабли С гораздо Большей вместимостью С гораздо Большей дальностью Прыжка Можете лететь В другие системы Где-то фармить Потому что Вселенная Лид Денджерс Даже близко Не исследована Даже на процент Такой процент Там всего лишь Наверное Там может быть Одна десятая процента Так что Вот так вот Летая по скоплению Астероидов Сканируя Вы будете Находить Метеориты Разрабатывать их И отвозить Продавать Я вот специально К записи этого видео Нашел два метеорита Один разработал Нормально Второй специально Разрушил Хреново С него я заработал Всего лишь Пять опалов И отвезя эти опалы На станцию Я на их потратил Всего лишь Минут Наверное Пятнадцать Ну если брать Именно Момент С начала поисков До Отлета Двадцать семь миллионов Я бы даже сказал Двадцать восемь миллионов Это ну Просто гигантский заработок Разумеется К примеру Добыча пениты Немногим уступает Потому что У нее есть еще Дополнительные особенности Но об этом Мы поговорим В каком-нибудь Другом видео А пока что Надеюсь Вам понравилось Это видео Оно вам помогло А если оно вам помогло Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать Новые видео А также стримы И играйте ребят Только в хорошие игры Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok